Ветеринарную аптечку, конечно, важно иметь дома для животных, так же, как и для человека. Естественно, количество лекарственных средств для животных намного уже, чем аналогов в человеческой медицине, но все равно определенный ряд средств и, скажем так, инструментов для помощи животному всегда должен быть дома. Конечно, в первую очередь это должны быть средства для дезинфекции, обеззараживания в целом ран, то есть это какие-то антисептики можно и привычные для нас человеческие, хотя есть и ветеринарные специальные, например, салфетки с хлородексидином, ветеринарные, существует очень удобно использовать, так и перевязочный материал, то есть обычные бинты, обычные марлевые салфетки, все то, что поможет вам промыть и обработать рану, если она поверхностная, не глубокая, не представляет опасности для дальнейшей жизни, и по поверхностному осмотру вы понимаете, что такое посещение врача не требует. Конечно же, если рана глубокая, если это кусаная рана, если это рана, которую животное получило три дня назад, а вы по причине того, что животное с богатым шерстным покромом только что ее нашли, это нужно посетить врача, это опасно с заражением вплоть до сепсиса. Также любому владельцу следует иметь отдельный градусник для питомца. Так как мы измеряем температуру эмеректально, просто не гигиенично используется один и тот же градусник для человека и для животного. Можно купить специальный градусник в ветеринарной аптеке или заказать его, но на самом деле по устройству он абсолютно аналогичен обычному человеческому электрическому термометру, и в практике в клинике мы не очень-то заморачиваемся и покупаем человеческие градусники, они абсолютно также меряют температуру. А еще я бы посоветовала владельцам все-таки иметь какие-то гигиенические средства для ушей, для глаз и для кожи, которыми вы можете помочь питомцу при ситуации, когда в глаз, например, что-то попало и глаз зачесался, когда там побегал много по лесу с пульсой и так далее, и загрязнили слуховые проходы. То есть это те средства, которые можно купить в обычной ветеринарной аптеке, их огромнейший выбор, можно найти на любой вкус кошелек какие-то предпочтения, они все протестированы, они все безопасны. Единственное, что всегда нужно помнить о том, что любое средство может вызывать какие-то индивидуальные реакции, поэтому перед тем, как полностью применить его, допустим, закапать в глаз, промыть этот глаз, все-таки стоит оттестировать его на аллергические реакции после покупки. Достаточно часто наши питомцы едят что-то не то, чем провоцируют какие-то расстройства желудочно-кишечного тракта. Безусловно, если вы видите, что дело не очень хорошо, это нужно идти к врачу, а не заниматься самолечением. Ну, а если это однократное расстройство стула, то вы вполне можете дома самостоятельно дать какой-то энтеросорбент. Если мы говорим о ветеринарных препаратах, то это энтерозо, это препарат аналогичный человеческому энтеросделию. Дается он по инструкции, если после однократного применения у собаки все нормализовалось или кошки, то я думаю, что все хорошо, и животные просто под наблюдение, экстренно бежать к врачу в этом случае нет необходимости. Что еще можно посоветовать хранить дома? Но, опять же, мы возвращаемся к средствам гигиены и ухода за животным. У вас должен быть когтерез, потому что не все собаки умеют стачивать когти самостоятельно, у кошек также могут возникать с этими проблемами. Если есть какой-то страх, неуверенность, неумение подстричь когти, во-первых, можно обратиться в любую ветеринарную клинику. Я думаю, что персонал всем все покажет, расскажет, как это делать. Если уж совсем никак или животное слишком непоседливо, всегда можно сходить также к врачу или к грумеру и провести эту процедуру. На летний период времени для владельцев животных мы рекомендуем приобретать расчески с мелкими зубчиками, которые можно приобрести в медицинской аптеке. Они нужны для того, чтобы у животных с густой шерстью после прогулок по лесу не только поискать клещей, которые могли попасть на животное глазами и руками, но и прочесать шерсть в местах, куда наиболее часто крепятся клещи. Это подгрудок, это лапы, это шея, голова, за ушами. Ну, то есть, на самом деле, вся нижняя поверхность туловища собаки. И также выкручивающие клещи, они тоже продаются в любой ветоаптеке или зоомагазине, ими пользоваться очень просто и удобно. Если уж клещ присосался и вы это бы обнаружили достаточно быстро, соответственно, можно его выкрутить для того, чтобы уже сохранить и отнести в лабораторию. Обычно перелеты, переезды и вообще какие-то передвижения собаки при помощи транспорта вызывают панику, может быть, тошнота. Ну, соответственно, эти реакции желательно было бы предотвратить. Самое простое, легкое, но не самое эффективное средство – это для собак ошейники с феромоном, для кошек – это диффузоры и спреи с феромоном. Если собака укачивает, либо она действительно очень сильно волнуется, естественно, на рынке ветеринарных препаратов есть успокоительные, более серьезные, чем просто феромоны. Они в свободном доступе, но все равно перед их применением лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом, какое лучше из этих средств подойдет для вашего конкретного путешествия и для вашей конкретной собаки. Безусловно, поилки и миски. Сейчас, опять же, рынок у нас разнообразный, есть походные варианты, мобильные, очень удобные, мягкие, не ломающиеся и так далее. То есть это нужно взять с собой, особенно, если мы говорим про воду. Животное обязательно нужно допаивать, потому что они нервничают, они начинают тяжелее дышать, быстрее дышать, что провоцирует потерю влаги. Нужно позаботиться также, чтобы у животного была подстилка, какие-то там, я не знаю, пеленки, если это какое-то маленькое животное, ему совершенно не обязательно ходить на улицу, или это кошка. Если мы говорим о путешествии за город или на любую природу в летний период, то тут все немножечко сложнее, потому что летом мы помним, что есть насекомые, членистоногие, которые могут укусить животное и перенести ряд заболеваний. Поэтому, прежде всего, мы вспоминаем, как давно мы проводили профилактические обработки животного. Если проводили давно, то этим надо заботиться за несколько дней до планируемой поездки. Также мы можем дополнительно купить любые ветеринарные репеллентные спреи, как дополнительную защиту для животного при поездке, вот прям вот какие-то очаги обитания насекомых и членистоногих.